День города в студии Валерий Седов Река Трубиш в этом году настолько обмелела, что прогулочные катера не могут подойти к пристани. Жители поселка Остров, который находится в двух шагах от главной достопримечательности города – Рязанского Кремля, вынуждены ходить по покосившемуся от времени и сырости мостику со страхом переломать ноги. Опасный маршрут изучила Дина Исляева. Микроавтобус увозит туристов, которые хотели бы прокатиться по оке. Из-за обмеления реки пристань у Кремля фактически не работает. Здесь только продают билеты, а катера ждут отдыхающих в лесопарке. Река Трубиш в районе Кремля настолько обмелела, что катера не могут подойти к пристани, а утки переходят эту реку пешком. Трубиш начал мелеть, когда Рязанский район гидротехнических сооружений переехал вниз по течению. Раньше, по словам жителей, именно это предприятие следило за участком, если нужно углублялось дном Трубиша земснарядом. Теперь все зарастает. Надежда Волкова в Рязани живет уже 80 лет. Недавно дочь пригласила ее на экскурсию по оке, и она не узнала родной город. В 87-89-88 год мы имели огороды на острове напротив Кремля. И люди купались в Трубиша, это была чудесная вода, плавала рыба. Но после этого что с ними произошло? Ясно, что стоки какие-то там химические или еще какие, рыба вся погибла. Но то, чтобы плавали отложения с населенных канав, такого еще не было. Местные жители начали называть поселок Остров островом невезения. Единственный мостик, ведущий от Кремля к домам, покосился. Доски на нем гниют, между металлическими частями огромные зазоры. Были случаи, когда здесь сломали ноги. Буквально прошлый год мужчина сломал, сидел на больничном полгода. И никто, никто на это внимание не обращает. Хотя тут вот уже все, можно сказать, находится в гнилом состоянии. Есть еще дорога, ведущая в поселок. Альтернатива для пешеходов, но тоже небезопасная. Тротуаров нет. Из-за заросли не увидишь выезжающие машины. Здесь не кошены, деревья падают. Движение сейчас стало большое, очень большое движение на остров, потому что некоторые залюпопытствуют. Много своих островских машин. На обочину не сойти она заросла. Деревья падают практически уже в сырую погоду, ложатся на крышу автомобилей. А народу очень много. Погулять-то по острову негде, поэтому асфальт только на новой дороге. По острову только в резиновых сапогах можно гулять. А здесь страшно, с одной стороны, выход-то какой-то. Нужно ведь. Виктор Лобанов и его соседи уже писали жалобы куда только можно. В 90-е остров обещали даже расселить, но эта идея как-то забылась. Между тем, большинство жителей поселка – пенсионеры. Они не знают, как пережить очередную зиму, ведь когда похолодает единственная короткая дорога в центр города, идущая через мост покроется льдом и ходить по ней станет невозможным. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Администрация Рязани обратится в прокуратуру из-за длительного отключения горячей воды на улице Интернациональной в Канищеве. Об этом сообщил начальник управления энергетики ЖКХ Игорь Ковалев на заседании комитета Гордумы по городскому хозяйству 22 августа. Полтора месяца без горячей воды с такими летними реалиями столкнулись жители сразу нескольких домов по улице Интернациональной. При этом плановое отключение не должно было превышать одной недели. В соответствии с утвержденным графиком испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в период с 4 по 11 июля ПАО «Квадро» осуществляло работы на тепловых сетях микроэнканищика. Проведя эти работы, тем не менее, в ходе заполнения системы водой выяснилось, что отдельные участки имеют повреждения. В настоящее время один участок сохранился, на котором повреждения не устранены. В результате 5 домов по улице Интернациональной, это Интернациональная 15А, 15Б, 16А, 16Б, 16В остаются без горячего водоснабжения. Представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации уже отправили обращение с просьбой предоставить график производства работ ПАО «Квадро» с указанием количества задействованных специалистов, материалов, техники и окончательного срока включения горячего водоснабжения по улице Интернациональной. По словам заместителя главы городской администрации Владимира Луканцова, сейчас работы ведутся, и подрядчик заверил, что до 24 августа все неполадки будут устранены. Если этого не произойдет, администрация примет жесткие меры. В случае, если произойдет перенос и сроки завершения работ будут продлены, уверен, что у нас нет иного выхода, кроме как обратиться в органы прокуратуры и в другие национальные органы, для того, чтобы подобным образом стимулировать ПАО «Квадро» к тому, чтобы они, так сказать, максимально быстро завершили эти работы. Мария Рудая при содействии пресс-службы администрации города. 22 августа отмечается День государственного флага, установлено в 1994 году указом президента Российской Федерации. Привычный триколор стал государственным флагом в 1991 году. Получается, что 22 августа он отмечает свой 27-й день рождения. Что примечательно, официального толкования каждого из цветов не существует. Правда, есть целый ряд неофициальных трактовок. Согласно самым популярным из них, белая полоса олицетворяет мир, чистоту и непорочность. Синий – цвет постоянства и веры. И красная полоса символизирует силу и энергию, а также кровь, пролитую за родину. День этот отмечают практически в каждом регионе. Например, в Оренбурге прошел массовый флешмоб, а в Туле установили несколько тематических площадок. На центральной площади Симферополя развернули самый большой в Крыму флаг, как символ единения со всеми народами, населяющими государство. Его длина – 28 метров, ширина – 16 метров, вес флага – 100 килограммов. Рязань исключением не стала. На площади Победы прошла акция, посвященная Дню российского флага. Волонтеры развернули на площади 25-метровый триколор. Прохожим они раздавали ленточки в цвет российского флага. С 1 сентября в село редко навернут два рейса городского автобуса номер 7 – утренний и послеобеденный. Такой договоренности администрация Рязанского района достигла с рязанской автоколонной 1310. Однако перевозчик выставил условия. Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Зайцева сообщила, что если будет зафиксирован низкий или неустойчивый пассажиропоток, а доходы не покроют все затраты, то заезд автобусом исключат. По ее словам, потребности пассажиров и без того были полностью удовлетворены. Это подтверждает мониторинг, проведенный с 9 по 15 августа. Правда, жители редкино утверждают обратное. Автобусы остались только проходящие. Да и те переполнены и зачастую вовсе не останавливаются. Рязанца, забившего до смерти свою 87-летнюю мать, признали невменяемым. И сейчас решается вопрос о мере наказания. Скорее всего, суд направит его на принудительное лечение. Он избивал мать с такой силой и жестокостью, что находившаяся в этот момент дома сожительница не смогла его остановить. Подробности шокирующего убийства в нашем следующем сюжете. Новогодние праздники начались веселым застольем, а закончились трагедией. Олег Любименко любил выпить. Его престарелой матери бесконечная пьянка надоела, и она сдала сына в полицию. Там его продержали недолго. Ночью он пришел домой. Сначала она его не хотела впускать, потом поддалась на уговоры. Что было дальше, рассказать может только его собутыльница и сожительница Лариса. Она единственный свидетель преступления. Она пыталась вмешаться, но он ее оттолкнул и в итоге вывел из квартиры. То есть, после закончилась бивать мать, а пришел уже к ней опять и к другим. С бутыльником распилась к нам. Мать хотела, чтобы сын перестал пить, когда она в очередной раз попыталась войти в комнату, и началось самое страшное. Сначала коробкой швырнул в нее чашку, выскочил. Потом взял портвейн, когда мы выпивали недопитую бутылку, ударил ее. В голове. Я не видел, как он бил ее. Я только видел, как замах. Раз, три. А, звук какой-нибудь удар слышали? Да, да. Она, может, и кричала просто, да? Она кричала, не трожь меня. Лариса, когда поняла, что остановить Олега не может, просто ушла из квартиры. Вместе с собутыльниками продолжила отмечать праздник в общаге. Стали выпивать, он со мной рядом сидел. И говорит, я мать, говорит, убил. Я ему ударила. Олег оставил мать одну, выпив вернулся домой, увидел, что она умерла, вызвал скорую. Врачи констатировали смерть и позвонили в полицию. Были допрошены соседи, которые пояснили, что вел себя неадекватно в состоянии опьянения. Он кричал с балкона, постоянно конфликтовал с матерью. Он употреблял алкоголь, находился на момент совершения в состоянии алкогольного опьянения. Ранее уже стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Проходило лечение. Олег свое вино не признал. Сказал, что вообще не помнит, как убил мать. Проведенный суд медэкспертиза подтвердила его невменяемость. Его поместили в спецучреждение, где он будет находиться. До решения суда. С 21 по 25 августа в Рязани состоится чемпионат МВД России по автомобильному многоборью. В течение трех дней на базе автодрома ДСАФ России сотрудники органов внутренних дел будут демонстрировать свой уровень подготовки и профессионализма. Спортсменам предстоит соревноваться в беге с применением боевого табельного оружия, владении транспортным средством на трассе с препятствиями. На автодроме только лучший из лучших. Каждый представитель команды прошел жесточайший отбор в своем регионе. Чтобы теперь отстаивать честь родного города. На автодроме больше 200 человек. Это и представители команд, и судьи, и руководители. Всего в чемпионате России по полицейскому автомобильному многоборью участвуют больше 70 команд. С каждым годом растет профессиональный уровень участников чемпионата, который показывает высочайшие результаты, радует болельщиков динамичным и интересным зрелищем. В ходе спортивной борьбы они получают возможность реально оценить свои служебные навыки и поставить новые цели для профессионального роста. Поздравляю вас всех с открытием чемпионата. И от всей души желаю успеха в честной спортивной борьбе. Первый чемпионат прошел в Татарстане в 2011 году. И с тех пор площадка для проведения мероприятия постоянно менялась. Санкт-Петербург, Владимир, Москва, Казань. Теперь участников принимает Рязань. Вместе с этим изменился и сам уровень проведения чемпионата. В Министерстве внутренних дел спорту уделяется большое внимание. И, конечно же, уделяется большое внимание таким видом спорта, имеющие прикладную направленность. И тому подтверждение. Ежегодно в данном чемпионате принимает участие практически вся Россия. Около 70 субъектов Российской Федерации. Хочу вас сообщить, что в следующем году этот чемпионат будет мастерским. То есть сотрудники, занявшие призовые места, будут получать мастера спорта по служебному многоборию. Перед открытием соревнований торжественно подняли флаг Российской Федерации. А после, по старой русской традиции, угостили гостей хлебом и солью. После официальной части все команды приступили к соревнованиям. Пройдут они в три этапа. Первый день – это экзамен на знание ПДД. Инспекторы сядут за компьютеры, на которых будет один билет на знание правил дорожного движения. Это ничем не отличается от обычного экзамена на водительские права. Правда, ответственность куда больше. Весь день 22 августа будет посвящен именно теоретической части. А также любой желающий сможет сделать тренировочный заезд по Рязанскому автодрому. Машины у всех одинаковые. Это Лада Приора. Сейчас за рулем Андрей из команды Краснодара. Он проходит змейку, параллельную парковку, а также гараж. Скорость у автомобиля большая. И мужчина творит настоящие чудеса на виражах. Задача здесь – показать лучшее время и набрать как можно больше баллов за все элементы на автодроме. На тренировочном заезде Андрей справился на ура. Сказать, что один этап здесь сложнее другого нельзя. Каждый из них тестирует определенные навыки конкурсантов. Однако представители нескольких команд рассказали, что к автодрому они готовились куда основательнее. Команда к этим соревнованиям подошла более тщательно, нежели в другой раз, когда ранее мы также участвовали в данных мероприятиях. То есть есть регламент, который непосредственно регламентирует все размеры городка и так далее. То есть мы в своем регионе это выставляли, то есть нашли специализированную площадку, которая более-менее отвечает неким требованиям, чтобы выставить все вот эти вот фигуры. Все траектории были нами изучены и, думаю, подготовились, чтобы выступить достойно. Сергей Григорьев рассказал, что раньше команде удавалось войти только в десятку лучших. В планах попасть в тройку. Тренировались они, как и другие команды, по вечерам после работы. Оттачивали знания ПДД и ездили по автодрому. После работы в основном освободили маленькое отнесение службы с обеда. Занимались ПДД, бегали, в тирах у себя стреляли. Ну и в вождении оттачивали навыки. Лучший результат команды из республики Саха – Якутия. Это седьмое место. Сейчас команда рассчитывает только на победу. Заезды на автодроме пройдут 24 августа, а днем ранее, 23 числа, участники команды будут сдавать бег на время и стрельбу стабильного оружия. 25 августа, в день закрытия чемпионата МВД России по автомобильному многоборью, на площади Ленина пройдет торжественная программа. В связи с этим все движение транспорта с 6 утра до 22.30 закроют на участке улицы Горького от пересечения с площадью Ленина. С 3 часов дня нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Горького от права Лыбецкой улицы до Соборной, улице Краснорядской от улицы Горького до Маяковского, улице Кольцова и Соборной улицы. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Теннисистка из Рязани Анастасия Гасанова одержала победу на международном турнире в Китае с призовым фондом 25 тысяч долларов. Воспитанница Академии тенниса имени Озерова стала единственной представительницей России в основной сетке турнира. Турнир ITF завершился 19 августа в городе Куян. Для Анастасии это первый титул такого ранга. Несмотря на то, что спортсменка недавно вернулась с соревнований, тренировки не прекращаются. Победительница признается, что хотя ежедневные занятия помогают подготовиться не только физически, но и морально, зачастую выходить на корт ей вовсе непросто. Второй матч у меня был тяжелый, потому что была девочка оттуда, из Китая, и болели за нее. Мандраж проходит со временем, уже научилась с этим справляться, но иногда очень тяжело. Мне повезло, что я была там не раз, и я уже знала, чего ожидать. На турнир Теннисистка ездила вместе с мамой, которая, кстати, сама является тренером. По словам Светланы Юрьевны, наблюдать за поединком для нее всегда волнительно, несмотря на то, что дочь в спорте уже давно, и на соревнованиях они ездят регулярно. Занималась до 8 лет фигурным катанием, ну и одновременно ходила со мной на работу на тренировки. И в 8 лет сказала, что нет, я фигурным катанием заниматься не хочу, хочу теннисом. Хотя Анастасия уже достигла высоких результатов, девушка на этом останавливаться не собирается. Теннисистка призналась, что пример для нее сам Новак Джокович. Анастасия мечтает попасть в топ-10 лучших теннисисток мира. У 19-летней спортсменки уже немало достижений. Как юниорка она была победительницей чемпионата Европы в команде в составе национальной сборной. Она выиграла чемпионат из страны в своей возрастной категории в одиночном, в парном разряде. В прошлом году мы выиграли как раз в Академии командный чемпионат России до 19 лет. Поэтому достаточно успешно выступала она по юниоркам. Не так быстро у нас получается переход по взрослым, но вот это один из главных ее успехов на сегодня. Сейчас юная звезда тенниса усиленно готовится к соревнованиям в Алматы, которые начнутся уже с 27 августа, где она также выступит в одиночном разряде. Анна Малистова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». С 20 августа в Рязани стартовал международный проект сотрудничества молодых людей с синдромом Дауна под названием «Рисуем вместе». В 2017 году подобный проект прошел в городе Мюнстер. Теперь площадкой для проведения мероприятия стала Рязань. Восемь молодых людей с ментальной инвалидностью из Рязани и города-побратима Мюнстера под руководством немецких специалистов из объединения художников будут совместно заниматься творчеством. Основная цель проекта – через искусство рассказать о себе, о своих интересах, мечтах и желаниях. И самое главное – это преодоление языкового барьера и различия в менталитете. Они такие же, как и мы. Точно так же видят мир и так же его воспринимают. Они радуются своим удачам и грустят поражением. У них есть друзья, которых они ценят и которые ценят их. Международный проект «Рисуем вместе» собрал 8 детей от 15 до 21 года. Шесть человек в этой творческой мастерской из Рязани, двое из Мюнстера. У всех ментальная инвалидность, синдром Дауна. Они будут совместно заниматься творчеством, чтобы через искусство рассказать о себе. Главной концепцией недельного общения двух делегаций – Рязанская и Мюнстерская – является арт-терапевтическая мастерская. Под руководством немецких художников дети в течение недели будут творить, все больше рассказывая о себе через творчество, рассказывая о своих интересах, о своих семьях, таким образом преодолевая языковой барьер. В 2017 году такое мероприятие прошло в Мюнстере. Спустя год оно повторяется в Рязани. По словам Натальи Барышовой, подобных проектов в регионе еще не было. Продлится мероприятие всего неделю. По утрам у детей – экскурсия по городу и знакомство с культурой и достопримечательностями. В планах – посетить конезавод и рязанские музеи. После обеда у детей арт-терапевтические занятия. Всего их три за проект. Тема первого дня – «Как ты видишь меня? Как я вижу тебя?» Главная задача – показать детям, как можно приоткрывать другого человека, любимого питомца или кого-то из своего окружения и посмотреть на него другими глазами. Иногда мы привыкаем друг к другу и не замечаем, что у кого-то что-то новое. Научить их видеть эти мелочи и научить их быть внимательными к себе, к окружению, к другим людям. В большинстве своем дети рисуют друг друга. Только Максим нарисовал свою маму, изобразив ее с короной. А Михаил – своего кумира, Николая Баскова. Михаил из Мюнстера нарисовал своего рязанского тезку Михаила. Таня же нарисовала Мари-Элен из Мюнстера. Еще одна важная задача таких занятий – это минимизировать страх устанавливать контакт с другим человеком. Посмотреть на него, спросить что-то, чтобы изобразить это на рисунке. Дети обретут новых друзей, узнают больше о другой культуре, о другом языке и другой жизни вообще. Тема двух других занятий – лучшие друзья и любимые занятия. 24 августа в партнерстве с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького состоится открытие выставки итоговых работ под названием «Я из Рязани, ты из Мюнстера». Спасибо за дружбу. Как и в 2017 году, картины покажут в обоих городах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Каскад из четырех прудов.